Ну что ж, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и, кажется, у нас в кое-то веке есть позитивная тема для беседы. Есть робкие надежды и такие тонкие намеки на то, что система FanID, которая буквально всех взбесила в нашем футболе, все-таки не будет принята в российском чемпионате. Депутатка Журова, которая являлась одной из главных лоббисток вот этого закона, неожиданно сообщила, что, по всей видимости, в российской премьер-лиге этот закон фактически действовать не будет, а распространяться норма с FanID будет только на еврокубковые встречи. Вот такие вот пироги, вот такие известия. И хотелось бы отметить, что в целом это, конечно же, позитивная новость, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, вся вот эта история, она попахивает какой-то одной сплошной бредятиной. И сперва, значит, они собирались тут всех буквально закрепощать вот этими электронными паспортами фанатскими, а теперь вроде как пошли на уступки. Давайте разберемся, что же здесь произошло и какое отношение к этому имеет, скажем так, вот этот фанатский протест, который недавно объявили болельщики Зенита, Спартака, и по слухам готовы были объявить еще и болельщики других клубов. Сказалось ли это давление на наших руководителей и наших замечательных депутатов Госдумы? Давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод ФУТБОЛКАЛУДСКИЙ, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус — три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, вообще, конечно же, сказанное Журовой не является истиной в последней инстанции, но тот факт, что один из главных лоббистов этого закона вот так вот взял да и сдал назад, это на самом деле дорогого стоит, и это говорит о том, что, скорее всего, наверху что-то поменялось. Не знаю что, но конкретно сейчас мы видим, что ситуация, скажем так, складывается уже по-другому. Сейчас, по словам Журовой, речь идет только о международных соревнованиях. Я в начале ролика оговорился, да, конечно, речь не только про Еврокубки, по всей видимости, это будет касаться, в принципе, международных футбольных каких-то событий, но все равно, знаете, это шаг вперед, потому что то, что было изначально, тот вариант, при котором все мы должны заводить какие-то карточки, какие-то эти электронные билеты и электронные паспорта болельщиками, на мой взгляд, это сейчас просто не в тему для нашей страны. Да, возможно, в каком-нибудь будущем, когда у нас не будет нашей нынешней бюрократии, не будет наших нынешних проблем, возможно, когда-нибудь, и эта тема окажется удобной и достаточно хорошо будет принята болельщиками. Но вот сейчас, когда, простите, в нашей стране буквально каждую бумажку можно выбивать в разных госорганах, когда столько бумажной волокиты вокруг, я не знаю, простого оформления, там, выезда за границу и так далее, представляете, как сейчас пришлось бы тяжело болельщикам, когда десятки тысяч человек, вот перед сезоном, допустим, начали бы обращаться касательно вот этого фанайди, и какой бы бардак здесь устроили наши футбольные власти и все остальные. Да это просто страшно представить, что бы началось. Поэтому сейчас, слава богу, что, по всей видимости, лед тронулся и ситуация поменялась. Повторяю, в будущем, может быть, это и станет актуальным моментом, может быть, это и станет логичным шагом для развития нашего футбола, но сейчас это не принесет никаких плюсов, одни только минусы. Люди, которые будут спонтанно, там, не знаю, решать, идти на футбол или нет, ну, допустим, там, отец с ребенком захочет сходить на футбол. Вот он теперь не сможет просто так сходить, потому что ему нужно будет оформлять тысячу бумажек и всего остального. А так, если фанайди все-таки не введут, ну, слава богу, такого бардака уже мы не увидим. Во всяком случае, в обозримом будущем. Поэтому здесь хотелось бы отметить, что это, конечно, круто, это здорово, и главное, чтобы слова депутатки Журовой не разошлись с реальностью, а то, сами понимаете, они могут сказать одно, а потом сделать совсем другое. Ну, и хотелось бы отметить, что в этой ситуации, конечно, многие будут говорить о том, что фанаты, болельщики и так далее добились своего, победили. Что фанатский протест, заявленный болельщиками «Зенита», «Спартака», которые готовы были байкотировать матчи, заявленный болельщиками «Ростова», и по слухам, там было много других команд, которые тоже готовились заявить подобное, что это подействовало на власть имущих. Вполне возможно, кстати. Но мне кажется, здесь куда большее значение имеют слова, скажем так, людей, приближенных к императору и к нашей верховной власти. То, что Владимир Соловьев решил внезапно встать на сторону болельщиков, но это, кстати, отчасти объяснимо, потому что он большой поклонник баскетбола, и за футболом вроде как следит. Ну, видимо, в этой ситуации он решил высказаться подобным образом. А вы сами знаете, насколько значимы его слова в нашем государстве и так далее. Были другие, скажем так, авторитетные личности, авторитетные люди, которые высказались против. Список был достаточно серьезный. И там были как гос, скажем так, управленцы из каких-то корпораций, там были различные именитые эксперты, журналисты и пропагандисты. Короче говоря, многие начали высказываться против. И в результате вот уже, как бы это сказать, сложилась определенная критическая масса. Критическая масса негативных мнений, на фоне которых, ну, вполне возможно, авторы вот этого законопроекта решили все-таки пойти на попятную. Тем более, что вот мне кажется, очень многие руководители наших клубов, люди, конечно же, богатые, авторитетные и так далее, они тоже были не в восторге от того, что болельщики могут просто баррикатировать встречи. С одной стороны, для условного, там, «Зенита», «Спартака», «ЦРСК» и так далее, фанатские взносы и покупка билетов — это не самая ключевая часть бюджета. И в этом плане мы очень часто повторяем печальную весть о том, что у нас футбол практически не зависит от фанатов. Что у нас даже если болельщики перестанут ходить на трибуны, ну, от этого бюджета коллективов слабо поменяются. Во всяком случае, верхней части турнирной таблицы. И из-за этого получается, что болельщики не имеют такого веса и такого влияния на наши клубы, к великому сожалению. Но здесь, по всей видимости, очень удачно все сложилось. Ну, удачно в кавычках. Потому что я напомню, недавно у нас были ковидные матчи, когда болельщиков на трибунах просто не было. И выглядело это все откровенно печально. И вот представьте себе, что вот эти вот авторитетные, богатые люди, миллиардеры из госкорпорации или там частные инвесторы, как Галицкий, что вот они понимают, сейчас болельщики будут бойкотировать, не придут на стадионы наши, не придут на матчи наших команд. И будет вот такое унылое зрелище. Без антуража, без фанатских кричалок, без фаеров, там, флагов и всего остального. Пускай фаеры и запрещены, но это все равно воспринимается как часть футбольного антуража. И вот они подумали, как же будут выглядеть наши матчи. Им стало обидно, вполне возможно. Потому что они-то воспринимают футбольные клубы, как свои такие личные игрушки. Ну, то есть, вот все эти руководители Газпрома, других корпораций, там, Фидун и так далее, это для них вот такая вот версия футбольного менеджера, только с хорошей графикой и с реальными футболистами и деньгами. И им, конечно, не нравится перспектива того, что у них может пропасть вот этот самый футбольный антураж, болельщики и кричалки и все остальное. Поэтому, возможно, и они здесь, так скажем, высказали свое мнение, когда стало понятно, что фанатские группировки, так или иначе, готовы баррикотировать. И тут же появились какие-то сообщения о том, что представители аж самого Путина отправятся говорить с президентами клубов РПЛ касательно вот этого самого фан-айди. Появилось сообщение, что вот готовы там пойти на попятную и так далее. В общем, здесь, мне кажется, что вот именно боязнь руководителей наших клубов потерять вот эту, знаете, футбольную атмосферу на стадионах, именно это и сыграло ключевую роль. С одной стороны, это, конечно, печально, что у нас наши клубы фактически превратились вот в такие игрушки наших олигархов, госкорпораций и всех остальных. Ну, с другой стороны, знаете, вот таким образом удалось хоть как-то повлиять на футбольную жизнь, в том числе и за специфики нашего чемпионата и вот этой нашей российской футбольной действительности. Поэтому здесь, ну, знаете, как говорится, нет худа без добра. Вот тот самый редкий пример, когда удалось хоть чего-то добиться. Хочется верить, что в будущем все-таки у нас будет меньше, в принципе, вот таких идиотских законопроектов, которые будут вызывать негативную реакцию у общества. А вообще многие уже начали строить, ну, знаете, такую теорию, что это очередной хитрый план, многоходовочка. Сперва всех как следует пробесить, ну, а потом, скажем так, выиграть себе политических очков на том, что, дескать, ладно, отменяем этот закон, вам же не понравилось и так далее. То есть, ну, знаете, показать определенную демократичность, показушную такую, простите за тавтологию, сделать вид, что вот, посмотрите, мы слушаем ваши просьбы, ваши чаяния и так далее. То есть, сперва взбесить, а потом дать послабление и сказать, все будет нормально. Многие уже в этом видят, ну, скажем так, определенный смысл всего происходящего. Ну и при этом получается, что на международной арене наши болельщики все равно будут ограничены. Как видимо, на матче Еврокубка все равно придется оформлять фан-айди. Но это уже отдельная история, тем более, что у нас сейчас. В том числе из-за действий наших футбольных властей резко сокращается количество команд в Еврокубках. И кто его знает, сколько будет клубов РПЛ в ближайших розыгрышах Лиги Чемпионов Лиги Европы и так далее. Так что здесь это уже не так серьезно скажется на нашем фанатском движении. То, что в Еврокубках нельзя будет без фан-айди. Потому что у нас скоро, наверное, и Еврокубков-то уже не будет. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.